В железнодорожном районном суде вынесен приговор 37-летнему водителю-экспедитору, который, доставляя товар в магазин, задавил на тротуаре пешехода. Это произошло 7 сентября прошлого года на Амурском бульваре. 58-летний Дмитрий Оружейников в тот день вышел на прогулку и попал в реанимацию. Водитель Киа Бонга, разгрузившись, отъезжал от магазина задним ходом. В материалах уголовного дела имелась видеозапись, которая объясняла, почему пешеход не отреагировал на опасность. Я вот когда на камере увидела эту запись, я вижу, он только выходит на тротуар, идут люди, люди тоже шли впереди, машина стояла, ничего не предвещало. Буквально он наклонил голову в сумку, чтобы достать что-то. Водитель оправдывался тем, что он тоже не видел за собой человека. Еще во время оформления аварии он объяснил, что отвлекся на дерево, ветки которого задевал каждый раз, заезжая на этот адрес. Уголовное дело в отношении шофера было возбуждено несколькими днями позже, после того, как пострадавший умер в больнице от сложной травмы головы. Судили мужчину за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Движение по тротуару для выгрузки товара не запрещено правилами дорожного движения. Но при этом водитель должен убедиться в безопасности своих манеров и не создавать угрозы жизни и здоровью пешеходам. Гособвинитель потребовал для подсудимого наказание в виде лишения свободы, в два года колонии-поселения. Ранее пуховой к уголовной ответственности не привлекался. Кроме того, данное наказание было предложено с учетом всех смягчающих виновых обстоятельств, в том числе наличие на иждивение несовершеннолетних детей. Водитель свою вину полностью признал и попросил назначить минимальное наказание. За человек это самое дорогое, что есть. Я хоть не умышленно стал причиной гибели человека. Суд согласился с мнением гособвинения. Приговор, два года колонии-поселения и крупная выплата вдове в качестве компенсации морального вреда. Женщине водитель остался должен 900 тысяч рублей. Такое решение женщину не удовлетворило. Она считает, что шофера должны судить по более тяжкой статье «Причинение вреда здоровью, повлекшая гибель». С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Кузьмина и Павел Рогатин.